День преподавателя высшей школы, праздник молодой, появился прямо накануне года педагога и наставника. И выходит, в этом году его отмечают в третий раз. И мы с благодарностью поздравляем преподавателей Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина. Подготовкой к празднику вуз занимался тщательно. Студенты разных факультетов и направлений готовили показательные номера. Именно благодаря нашим наставникам мы, студенты вуза, активно занимаемся исследовательской работой, совершаем прорывы в научных открытиях, создаем новые технологии. Лариса Николаевна, ни для кого не секрет, что в нашем университете очень сильный профессорско-преподавательский состав. Скажите, пожалуйста, чем мы можем гордиться на современном этапе? В стенах нашего университета трудятся 42 доктора наук и 209 кандидатов наук. Но помимо того, что мы просто считаем наших выдающихся преподавателей, мы должны обязательно отметить тот факт, что все они либо входят, либо являются руководителями научных школ. И таким образом, вот эта смена поколений, эта подготовка кадрового потенциала для развития нашего университета осуществляется постоянно. Чтобы выпускники вузов могли стать высоко квалифицированными специалистами в выбранных областях, преподаватели РГУ непрерывно учатся сами. Ольга Сергеевна, будучи выпускницей нашего университета, вы добились немалых успехов в жизни. Скажите, пожалуйста, наверняка знания и навыки, полученные здесь, и нахальма-матер сыграли немаловажную роль в этом. Очень сложно назвать всех и вспомнить всех, кто у нас работал, кто работал в наших группах, но, тем не менее, я испытываю действительно чувство благодарности за то, что они посвятили, ввели нас в мир педагогической профессии. Ну, а дальнейшая наша профессиональная судьба складывалась из многих факторов. Поэтому, наверное, то, что они создали такое профессиональное, прежде всего, студенческое сообщество, педагогическое сообщество, которое потом вышло в профессию и осталось в этой профессии, наверное, в этом их особая заслуга и особая им благодарность. Находясь на передовой российской и мировой науки, сохраняя высокое качество российского университетского образования, преподаватели высшей школы играют огромную роль и в формировании личности своих студентов. Воспитание у них ответственной общественной и гражданской позиции, приверженности к традиционным духовно-нравственным ценностям. Разработки ученых РГУ – это всегда открытие, сенсации. Удивительно, что нам довелось учиться у тех, кого можно считать светилами современной науки. Абсолютно с тобой согласен, Катя. А ты, например, знала, что именно в нашем ВУЗе работает человек, благодаря которому ведется Красная книга нашего региона. Да, с Мариной Васильевной Казаковой можно говорить часами. Она знает о растениях нашего региона буквально все. Марина Васильевна Казакова. Это имя в нашем регионе должно быть известно каждому неравнодушному к природе, заповедникам, экологии, да и к родине вообще. Доктор биологических наук, профессор кафедры биологии и методики ее преподавания и 30-летний опыт ее работы в РГУ имени Сергея Александровича Есенина значительный вклад в развитие ботанических, экологических и природоохранных исследований в Рязанской области. Красная книга региона – также ее заслуга. Вы уже несколько десятилетий ведете работу над Красной книгой Рязанской области. Расскажите, пожалуйста, как она связана с РГУ? Красная книга – это коллективный труд, труд, над которым работают именно на протяжении нескольких десятилетий специалисты нашей Рязанской области и наши коллеги мы приглашаем для обработки некоторых видов коллег из Москвы, из других регионов. В Красной книге два раздела. Зоологический – его курирует Окский биосферный заповедник при участии зоологов нашего университета, а вот ботанический раздел – РГУ во главе с Мариной Васильевной. Первое издание вышло в 2001 году. Изучая флору на протяжении более 45 лет, я достаточно хорошо ориентируюсь и во флоре нашей Рязанской области, и, соответственно, знаю, как распространены виды. Одни редкие, другие становятся достаточно частыми, третьи вообще исчезают. То есть это непрерывная работа по мониторингу состояния каждого из 1600 видов флоры Рязанской области. Такая работа для региона невероятно важна. Уникальная природа мещеры, экология региона в целом и отдельных экосистем часто находятся под угрозой. В связи с деятельностью человека исчезают одни виды и с большой скоростью распространяются иные – привезенные. Заметить те или иные тенденции могут как раз ученые. Эту информацию можно успеть принять к сведению и предотвратить необратимые процессы. А если не удастся, хотя бы запечатлеть историю жизни на территории Рязанской земли. Новое издание «Красной книги» выходит каждые 10 лет, а работа над ней идет непрерывно, и студенты РГУ продолжают дело своих наставников под их чутким руководством. Спорт в РГУ – отдельная тема. Здоровый образ жизни для всех студентов – принцип нашего вуза. И условия для занятий созданы максимально благоприятные. Быть вне спорта в РГУ вряд ли получится. Активную жизнь у нас ведут в том числе и преподаватели. Ноябрь 2023 года – момент, который войдет в историю. Открытие первой спортакиады профессорско-преподавательского состава. Я заявляю с трибуны школьникам, что территория РГУ – это территория здорового образа жизни. Я же правильно заявляю? Вот. И, естественно, если мы это заявляем, мы должны и сами быть примером в этом. У нас с вами одна простая задача – своим личным примером зажечь наших студентов, заниматься физкультурой, спортом и проводить политику здорового образа жизни в нашем университете. Вы уже все победители, потому что вы все находитесь в спортивном зале. То есть переступили порог спортивного зала – все, значит, вы уже спортсмены, вы за здоровый образ нашего университета. В спортакиаде заявлено пять видов спорта. Стартовали соревнования с дартсой и шахмат. Впереди волейбол, плавание, бадминтон. Участников много. Мария Николаевна, вы сегодня, как я понимаю, не участвуете в спортакиаде, а пришли за кого-то поболеть, за кого-то конкретного? Да, я пришла поддержать своих сотрудников в факультете социологии и управления в женском и мужском дартсе. Это Лакеева Людмила Михайловна и Проноза Андрей Викторович. А вообще сами любите спорт? Есть какие-то, возможно, любимые виды? Да, я люблю спорт, активно занимаюсь, занимаюсь плаванием, бегом и сейчас спортзал. В этой спортакиаде знакомые нам преподаватели открываются для нас с новой стороны. Активные, спортивные, с горящими азартом глазами. Расскажите, пожалуйста, а как давно вы играете в шахматы и хорошо ли играете? Для меня это было неожиданностью. Я начал играть в шахматы очень давно. Играл с отцом, играл с братом всегда. А так волнуюсь сегодня, потому что давно не играл. А как думаете, вы победите сегодня или есть все-таки сильные соперники? Уверен, что есть сильные соперники, но зачем я сюда пришел? Надеюсь, победить. Расскажите, пожалуйста, а спорт вообще регулярно присутствует в вашей жизни? Есть какие-то любимые виды спорта, помимо шахмата? Помимо шахмат пробежаться люблю. Спартакиада будет длиться весь год. Вовлеченными в процесс окажутся преподаватели всех факультетов. И, как знать, возможно, в скором будущем заложенная в РГУ традиция охватит все вузы региона. Театр Переход не нуждается в представлении. И хотя он считается любительским, студенческим, будем честны, уровень мастерства всех причастных повод гордиться. Очередная победа нашего театра – третье место на Международном театральном фестивале, о чем расскажем подробнее. Театральный фестиваль «Театр Осень Пушкин», который объединяет любительские коллективы, проходил в Петербурге с 15 по 21 октября. На этот раз он встретил гостей из 17 театров разных регионов России и Беларуси. Более 300 артистов приехали, чтобы поделиться своим творчеством. Театру Переход выпало открывать фестиваль. Спектакль «Москва. Мир. Город. Собака. Ру» по пьесе Кати Рубиной публика приняла благодарно, а жюри оценила по достоинству. Скажите, пожалуйста, почему выбор пал именно на этого автора и на эту пьесу? У этой пьесы, на самом деле, интересная история в нашем театре, потому что Геннадий Дмитриевич, основатель театра и долгое время главный режиссер, очень давно ее нашел, как только она появилась, а это было в далеком 2013 году. Конечно, был вопрос общения с автором, потому что современная драматургия требует решения вопроса авторских прав. Но когда мы отправили Кате Рубиной наш эскиз в видео, получили и согласие, и одобрение, и вообще оказалось, что это какой-то потрясающий творческий человек, она художница, кроме того, что драматург, у нее очень интересная театральная династия, и теперь мы, наверное, можно сказать, уже и дружим. Екатерина Ивановна, ни для кого не секрет, что при Театре Переход действует актерская студия. Расскажите о том, какое значение она имеет для нашего университета и вообще для города, как можно туда попасть. Студия, конечно, это неотъемлемая часть нашего театра, потому что театр студийный. Что это значит? Что артистом театра может стать только тот, кто прошел обучение в студии. Это очень важно, это наш принцип, которому мы следуем. И часто можно услышать такую фразу, когда ребята приходят к нам на прослушивание, что я поступал в РГУ, потому что здесь есть Театр Переход, и я знала, что могу учиться у вас в студии. Тем временем в Театре кипит работа. Непрерывно. Проходят занятия, благодаря которым студенты самых разных факультетов превращаются в настоящих артистов. Анна Михайловна, расскажите, пожалуйста, чему посвящено сегодняшнее ваше занятие? Вот сегодняшнее занятие, у нас это закрепление такой темы, которая у нас была на прошлом занятии, память физических действий. Я расшифрую, да, то есть это когда вы делаете какое-то действие с предметом, да, ну, например, наливаете чай и пьёте его. И вам это действие надо сделать без предмета, точно так же, сохраняя вес и напряжение мышц определенное. Девочки, а вы учитесь в РГУ? Да, я учусь на первом курсе на журналиста. А я уже окончила журналистику, но моя любовь с театром произошла буквально там год-два назад, когда я активно начала быть таким заядлым театралом, прошла прослушивание и поступила в студию театра «Переход». Девчонки, как проходит вообще ваше занятие в студии «Переход»? Что вам больше нравится? У нас очень много занятий, есть вокал, танец, сценическое движение, сценическая речь, актерское мастерство. Девчонки, спасибо большое, очень классно и открыто, и удачи вам в ваших начинаниях. Театр не просто увлечение, это на всю жизнь. Ведь РГУ – это не просто вуз, это место, которое раскрывает таланты.